всем здравствуйте меня зовут ирина город санкт-петербург смотрите какая у нас погода январь месяц сегодня 20 по моему 20 января у нас снега но я не считаю тут с ним который выпал на некоторое время на час на два я не считаю снега у нас не было морозов тоже там то что опускалась до минус 2 это уже на тени морозы заморозки так называемый минус 2 минус 3 до очень хочу вам рассказать новость для меня радостно конечно нервную мы то есть помимо то что она там с очередью ну вот конечно что это не сравнимо но это хоть такая вот знаете как моя дочь не дочь а подруга говорит надо иногда выходить из зоны комфорта я сначала все не согласилась да так вот эти как бы запали там все это потом только думаю а чё это почему если ты живешь стараешься именно создать себе эту зону комфорта из него надо выходить для чего я не мазохистка поэтому найти лишний стресс для организма делать не хочется ну иногда приходится да вот как сейчас новость то есть много лет назад у меня бабушка умерла стоила мне однокомнатную квартиру вот в другом конце города калининского районе ой выборгском районе вот соответственно мы пока думали что недавно дам уже решили что надо что-то делать надо или без мужа мне не захотелся езжаться говорит я хочу тишиной они там поздно и собаками гуляют вечером то есть к этому совершенно спокойно отношусь но это понятно мне не надо вскакивать такую рань как мужа и ехать на работу да я встаю конечно но я потом сегодня ложусь я там попыталась но он ни в какой ну ладно дочь моя с зятем решили что они там возьмут ипотеку и тот на комнатную квартиру отменяют на двушку заплату соответственно да с заплаты большой вот я потом подумала о чем мы мы останемся с мужем в трехкомнатной детям такую кабалу иди ипотеки да ну зачем это надо я говорю давайте крему в однушку вы станете в трешку платить и размножать что называется нам внуков до долгожданных ну и понятное дело это все устроило и мужа и меня поэтому а там жить именно выборском районе это город такой конец города может доработать очень сейчас очень далеко и допустим обвините неудобств много ну и соответственно также здесь привыкли жить уже все еду стараюсь мы станут уже время чтобы не трясти особо камера мы решили обменять обменять она там однушку суда ну как оказалось там квартиры дешили чем нашим микрорайон ну и понятно там хоть и маленькие остановочки да на трамвае то есть даже можно пешком дойти за 10 минут на метро а здесь метро вообще под носом ну и понятное дело это уже цена на квартиру намного выше за счет наличия рядом метро ну и как оказывается этот у нас микрорайон очень хороший считается на хорошем счету не знаю ну вот так вот то есть искали искали мы начинали мы так позже упитався ну как бы покупаешь стены все равно делаешь ремонт на готовность мы на квартиру хорошую квартиру я могу сказать такая вот все дамы с мебелью и с техникой ну вот но надо было доплатить 500 тысяч соответственно пришла взять кредит мне что называется не зашли чужой ремонт и я хочу что все было моё ну вот и к тому же это соответственно ремонт такой ну сами понимаете сделаны очень как понятно дело там пригляделись там там все сделано криворукими или кто это делал очень я не знаю но не суть ночью такая вот новость потом я конечно вам покажу о тут же нету светофора налить аккуратно здесь у нас пешком переход ну естественно сейчас я это платить за квартиру мы обменяли все напоминать и вот это вот нервы мы конечно с агентом то все было все таки с агентом поспокойнее потому что там смотрят одни вторые топ 3 документа проверяет сама договариваться переговоры если вдруг что но все равно понимаете вот это вот нервное состояние что все получилось чтобы не был мошенник чтобы не обманули всякое такое то в пятницу мы ездили уже документы меня муж получил мы решили на него так как он работает чтобы получить налоговый вычет вот как у ветер ну в общем субботу уже было акт применки все это и другой квартир мы уже же называется получили ключи перевезли кое-какие там по мелочам вещи обратились грузовичку отличная компания приехали вовремя на что договорились какую цену они выше не сказали что опять повторю риме не тянули аккуратно все переносили и даже то есть мы думали что надо шкаф разломать ну что для того чтобы выпросить но вот за это 400 рублей берут как нам сказали по телефону они взяли вы просто сами вынесли все не могли потянуть время чтобы разломать и вот это вынести заработать 400 рублей нет то есть они стали делать и не взяли вы просто выкинули на помойку вот соответственно ну и так ладно потом уже расскажу ну и что называется довольно я вот это вот фирмой грузовичков это не реклама плане того просто я с вами делюсь своими мнением впечатлением вот поэтому вот так вот вот уж когда мы читали мы сначала думали его газельки на обратиться но там такое начитали что да мы машину взяли на три часа и считать от не совсем просвещение да да вот досюда то метро международное ехали он выбрал настя меня проверяла выбрал именно короткий путь по навигатору на все так же перепроверила то есть все отлично вот ну и все муж въехали я потом покажу просто вчера субботу мне было просто некогда этого все сделайте покажу что за квартира него там единственное что надо конечно менять батарею тут уже ничего не сделаешь батарею поменяем вот надо будет выбрать все я уже все сделала не знаю заходить не заводить фикс прайс вот думаю надо посмотреть что там ну и все вот все мои новости это уж таки радостно но все равно были волнительно переживательной по поводу документ по поводу вот это все потому что продавец нам попался отличный да в плане того что он до хорошо все но немножко задержка была из покупателя до моей квартиры потому что там у них тоже но ты цепочка да грубо говоря у них тоже покупали у нее покупали комнату и квартиру в области но поэтому были вот эти вот как бы небольшие задержки с тем а у нас очень быстренько все прошло если ожидание вот это потому что были праздники да то есть в конце декабря у нас вот произошла сделка купли-продажи то вот квартир и соответственно вот эти все праздники мы ждали так оформление идет 10 дней у нас еще плюс вот эти вот праздники то вот поэтому мы только в пятницу получили документы все равно это волнительно все равно это мы думали об этом как что я думаю каждый человек понимает что это все-таки серьезная вещь это не пойти там что-то купить и не понравилось вернуть вот это все-таки квартира вот рядом с метро что называется ветер и в общем вот так вот вот мы конечно довольно радостные мужа особенно нравится эта квартира мне как бы все это самое единственное минусы в этой квартире в этом доме ну кстати кирпичный там у нас был дом блочный панельный ну не суть то не кирпич вот вот в этом доме были две квартиры я тоже на них как-то глаз положила но не случилось и их приобрели уже до того момента пока у нас появился покупатель но вот то есть три квартиры нас ушло но как я посмотрела вы уже сравнение с этой новой нож нашей новой квартиры она конечно лучше вот поэтому пока вот а потом у нас начнется вот это вот ремонт понимаете любимый незаменимый вот то что мы так посмотрели все вот это вот делали такие как сделали косметический ремонт косметический но глобально как например вот мы сделали в своей квартире да там все до бетона обдирать там все вот эти вот убирать старые материалы изначально при которой были использованы постройки они именно вот эти вот материалы то есть как мы поняли там где-то он копнул но это все не убиралась просто именно как вот сверху как косметический грубо ремонт ну вот мы конечно будем делать капитальный дай бог все будет хорошо вот там паркет ну паркет мы будем его убирать потому что муж меня посмотрел так он все лежит все прекрасно вот но в некоторых местах конечно там но перебирает знаете это будет дороже даже выйдет там перебрать это клевать это будет дороже нежели положить положить покласть выкласть этот самый новый тот же самый номер ламинат не паркета но вот или паркет то есть ну как бы вот так вот вот с батареи конечно мы сейчас это самое заморочимся но ничего не сделать еще это управляющим управляющим по не знаю еще надо найти вот именно вот это вот где вот опроводчики осели вот это вот местечко их гнездо где они свели найти ну вот чтобы в это правочка именно заказать через это самое потому что если вдруг что-то отвечать будет они естественно то есть наш управляющий компании вообще мы узнали что ну я знала до этого что батареи до отопительная система относится к управляющей компании то есть все стыки да вот это вот к отопительному которого относится и сам самим батареем должны менять именно управляющая компания но вот бесплатно и предоставлять батареи но естественно в сами понимаете им это не выгодно по не там заменят поставить могут старую батарею соответственно но вот все это будет тянуть растягивайте не известно что то есть понятное дело то есть и я единство что конечно мы купим новую батарею попытаемся сиюсь попытаемся да там ну вот чтобы они нам установили это бесплатно ну посмотрим суть до дела потому что как я прочитал в интернете начиталась много отзывов что якобы сейчас меняет батарея за работу берут десять тысяч то есть понимаете ну что такое 10 . ну как бы так да то есть мы и так платим за ремонт я говорю сейчас не про капитальный ремонт просто за ремонт текущий ремонт в квитанции все вот это вот обслуживание нас то что мы за это платим будьте любезны соответственно поменять нам бесплатность мы обращаемся к нашим же сантехника вот ну там понятное дело может там еще какие-то матери но опять же то в опять же вот ну все на это все спасибо что вы слушали меня я с вами поделилась своей новостью ну вот конечно для меня это был стресс мои все рады там не то самое для меня все равно это стресс вот ладно на этом все спасибо всем за внимание спасибо что зашли на канал огромное спасибо всем кто подписался кто со мной давно кто пишет комментарии огромная грабой выведя сдула и только с фикс прайс ой нижущий творог покупать вот я призма так ну и хочу вам пожелать крепко крепко в здоровье не болейте мои дорогие всех благ что все у вас случилось получалось чтобы все все у вас было хорошо все все ваши желания исполнились вам во благо ангела хранителя вам берегите своих близких замечательной погоды чтобы было знаете хоть солнышко то вышло нет а у нас все посморная всяком морзлась такая мерзлась такая мерзанность ну и мирного неба над головой дружбы международным уважение за ним еще раз и распоминайте на нас встреч до свидания